В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Сегодня на сессии депутаты Совета городского округа утвердили бюджет Наринмара на 2020 год и на плановый период. Наибольшая доля затрат городской казны – это мероприятие в сфере ЖКХ и благоустройства городской территории. Представители депутатского корпуса регионального парламента в рамках работы над окружным бюджетом побывали в акционерном обществе мясопродукты, где встретились с руководством и коллективом и обсудили перспективы производственного роста. Прокуратура Ненинского округа провела седьмой открытый форум. В этот раз темой для обсуждения стало исполнение законодательства о жилищных правах несовершеннолетних. Для региона, где проживает 12 тысяч детей, эта тема актуальна. Об этом и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Сегодня в поселок Харивер вылетела медицинская бригада для обследования кочевого населения Тундры. Медико-социальный проект «Красный чум» реализуется в Ненинском округе при поддержке компании «Лукойл» с 2009 года. Тему продолжит Наталья Кислякова. В составе выездных медицинских бригад 11 специалистов. Это отоларинголог, хирург, терапевт, офтальмолог, педиатр, невролог, дерматовиенеролог, акушер-гинеколог, психиатр-нархолог, стоматолог и врач ультразвуковой диагностики. В нашей поездке основная цель обследовать именно кочевое население. Также приоритетная задача стоит именно здоровье кочевых тундровых женщин ввиду особенностей кочевого образа жизни. Для этого мы возьмем все необходимые анализы, проведем по всем специалистам, по результатам обследования сделаем определенный анализ и предоставим отчет после завершения поездки. В рамках проекта «Красный чум» врачи обучают чумработниц методом оказания первой медицинской помощи и правилам пользования медицинскими аптечками. Так, в оленеводческих бригадах специалисты проекта подготовят 9 санитарных помощников. Оленеводам также будут выданы аптечки для оказания первой медицинской помощи. Проект «Красный чум» реализуется 11 раз. И надо отметить, что это уникальный проект на территории Ненецкого автономного округа, который осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Ненецкого автономного округа и компанией «Лукоил». Проект направлен на обеспечение доступности первичной медицинской медико-санитарной помощи для семей оленеводов и жителей отдаленных поселений. Добавлю, медико-социальный проект «Красный чум» реализуется с 2002 года при поддержке компании «Лукоил». В его рамках проходит диспансеризация населения, а также выдача справок на разрешение ношения оружия и управления автотранспортом. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Сегодня в Наринмаре депутаты Совета городского округа утвердили параметры городского бюджета на 2020 год и на плановый трехлетний период. В целом по доходам городской бюджет составит порядка 944 миллионов рублей, расходная его часть около 952 миллионов. Прогнозируемый дефицит бюджета немногим более 8 миллионов рублей. Что касается структуры доходов, поступающих в городской бюджет, то она выглядит следующим образом. В структуре доходов городского бюджета наибольший удельный вес составляет налоговые и неналоговые доходы, это в среднем 80%, который прогнозируется на 2020 год в сумме 693,3 миллиона рублей, на 2021 год 705,4 миллиона рублей, на 2022 год 716,8 миллиона рублей. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год запланированы в сумме 250,5 миллиона рублей, на 2021 год 146,7 миллиона рублей. Порядка 40% расходов муниципального образования составят расходы на осуществление полномочий в сфере ЖКХ и благоустройства территорий города Наринмара. Это 421 миллион рублей. На дорожное хозяйство и транспортное обслуживание потратят более 184 миллионов. Депутаты Совета городского округа единогласно поддержали представленные администрацией Наринмара проект городского бюджета на 2020 год и на плановый период. В рамках работы сессии были также рассмотрены вопросы о структуре Совета городского округа. В работе сессии принял участие мэр города Наринмара Олег Белак и руководители муниципальных предприятий. Прокуратура Ненинского округа провела седьмой открытый форум. В этот раз темой для обсуждения стало исполнение законодательства о жилищных правах несовершеннолетних. В регионе проживает более 12 тысяч детей. Поэтому отметили в прокуратуре, актуальность выбранной темы и число обращений подтверждают правильность выбранного направления. Для обсуждения, анализа текущей ситуации и определения инструментов для решения проблемных вопросов. В числе обсуждаемых вопросов обеспечения жильем детей-сирот, многодетных семей, земельными участками, а также улучшение жилищных условий семьям, где воспитывается ребенок-инвалид и регистрация детей по месту проживания законных представителей. Программа, конечно, посвящена очень серьезному вопросу. Мы, как органы власти, действительно знаем, что есть много проблем. Одна из которых – это дети-сироты. В же очередь составляет более 190 детей-сироты. И те квартиры, которые выделяются, естественно, недостаточно. Также это многодетные. В этом году фактически мы выбрали 72 квартиры, 2 компенсации, эквалируемые, еще 61. Но остальное вообще не жители. Мы так же встречаем, что это тоже недостаточно. Анализ поступающих прокуратуры округа обращений граждан, общенодзорные проверки, отмечают организаторы форума, показывают актуальность вопроса по обеспечению жилищных прав несовершеннолетних. По словам заместителя прокурора Ненецкого округа Андрея Панова, число обращений по обсуждаемым темам не уменьшается. Решить имеющиеся проблемы возможно только при наличии заинтересованного и активного участия со стороны всех уполномоченных органов. Конечным итогам должно сдать создание комфортных и безопасных жилищных условий для детей и их законных представителей. Необходимо помнить, что за каждой цифрой и показателем нашей работы стоит зуба и будущее конкретного ребенка. По итогам форума будет написана резолюция, в которую войдут все предложения, озвученные участниками мероприятия. В частности, в итоговый документ попадает инициатива родителей детей-инвалидов, направленная на увеличение учетной нормы площади жилого помещения с 9 до 12 квадратных метров или до учетной нормы площади жилого помещения в расчете на одного члена семьи, установленной соответствующим органам местного самоуправления. В рамках работы над бюджетом 2020 года окружные депутаты посетили акционерное общество «Мясопродукты». Они осмотрели производственные цеха предприятия, пообщались с работниками, обсудили перспективы производственного роста. Знакомство с производством акционерного общества начинается с осмотра камер хранения. Как нам рассказали сотрудники мясокомбината, этим установкам уже более 35 лет. «Ижемский овеневод» В ходе рабочей поездки парламентарии также побывали в колбасном и консервном цехах, осмотрели другие производственные помещения предприятия. Как отметил гендиректор акционерного общества Казимир Кабалоев, в общей сложности на предприятии трудится 196 человек. Работой своих сотрудников он доволен. Каждый из них – мастер своего дела. Работой, коррективы я доволен. Подготовка у них очень хорошая, персонал хороший, серьезный. Более того, я очень хотел бы отметить технологический состав. То есть колбасно-кулинарный цех – весь персонал, консервный цех – весь персонал. Ну и остальные вспомогательные производства тоже на достаточно хорошем уровне. По словам Казимира Кабалоева, на сегодняшний день основная задача предприятия – успешно провести убойную кампанию. Когда начинается убойная кампания, у нас финансовая готовность должна быть тоже соответствующая, чтобы мы могли обеспечивать необходимую предоплату нашим оленеводам. Мы пока заемные средства берем у Центра развития бизнеса под очень высокий процент. Гендиректор предприятия также отметил, что для расширения производства необходимо вводить новые холодильные мощности, строить склад и консервный цех для производства рыбных консервов. Сбыт продукции предприятия планирует организовать и за пределами округа, в торговых точках Архангельска и Санкт-Петербурга. В свою очередь, спикер регионального парламента Александр Лутовинов отметил, что расширение рынков сбыта позитивно скажется на увеличение прибыли окружного предприятия. Также он предложил руководителю найти возможность для повышения уровня заработной платы работников мясокомбината. Мы сегодня здесь на мясокомбинате, чтобы посмотреть и услышать основные экономические показатели предприятия, с какими планами оно идет в следующий год. Для нас мясокомбинат очень важное предприятие, это важнейшая отрасль наша, которая занимается переработкой мяса. Конечно, здесь мы зададим вопрос руководителю по поводу того, какая будет прибыль предприятия, какие будут запасы мяса, как идет убойная кампания, как идут переговоры с нашими СПК. Ну и, наверное, всех жителей интересует такой обыкновенный вопрос, что с нашим качеством мясной продукции, какие, может быть, новые виды продукции появятся на прилавках наших магазинов. Поэтому рост заработной платы на предприятия – это все те вопросы, которые, конечно, нас интересуют. В первую очередь, социальная защищенность, энерговооруженность предприятия. Как отметил Александр Лутовинов, парламентарии с определенной периодичностью встречаются с коллективом, чтобы выявить проблемы и совместно с профильным департаментом их решить. У коллектива должна быть уверенность в завтрашнем дне. Для этого нужно повышать зарплату, обновлять производственные мощности, решать вопросы доставки сырья, сказал Александр Лутовинов. Спикер окружного собрания также отметил, что до конца года депутаты планируют посетить все окружные производства, чтобы посмотреть, с какими показателями они завершают год. Ирина Никешина, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В рамках третьего международного кинофестиваля «Арктик Оупен» представители СМИ посетили Пинежский район Архангельской области. Журналисты познакомились с туристическими направлениями в Поморье, а также провели дискуссию на тему развития туризма в сельских поселениях. Тему продолжит Наталья Кислякова. Прибыв в Пинежский район, в лесной отель Голубина, арктические СМИ посетили знаменитые Пинежские пещеры – одну из самых известных и загадочных достопримечательностей Архангельской области. Созданные подземными водами коридоры, ледяные кристаллы привлекают туристов в любое время года. Работали здесь архангелогородские, питерские и наши пинежские спелеологи. Вот грот входной, вот небольшой гротик снежный. Вот снежный его назвали из-за этого козырька льда. Вот, к сожалению, он уже остался. Он постоянно здесь находится. К сожалению, в этом году он где-то одна, наверное, пятая часть его осталась. Он вот сюда вот продвигался. Вот был в два раза больше. Гипс аккумулирует в себя зимний холод. Вот, и летом, грубо скажем так, отдает его. Вот, и таким образом поддерживается температура, стабильная температура и в пещере. Вот, она примерно от нуля до плюс четырех градусов. И поддерживается вот этот вот, это вот налить. Перед спуском в пещеры Олег Шаврин, экскурсовод, проинструктировал каждого участника о мерах безопасности и поведения. А также нас снабдили касками и фонариками. Путешествие проходило по пещерам, которые называются Голубинский провал. Общая протяженность пещеры, ребята, 1622 метра. Это не значит, что она вот как ниточка идет под землей, эти более чем полтора километра. Она имеет три яруса, это пещеры, три уровня, скажем так. Вот, здесь очень хорошо просматриваются эти уровни. Вот нижний уровень очень хорошо видно, да? И верхний. Вот верхний уровень, вот второй, так, это самый длинный. Он немногим более 650 метров. Вот, по нему и будет наше путешествие. Хотя для осмотра доступна лишь часть Голубинского провала, прогулка оставила массу впечатлений, а также показала его обитателей и летучих мышей. После экскурсии арктические СМИ отправились на медиасеминар. В программе обсуждения была представлена презентация туристического потенциала Пинежья, концепции сохранения и восстановления исторической памяти на севере, а также познакомились с деятельностью ассоциации «Голос Севера». Захотелось рассказывать как можно больше о проектах, которые происходят на севере. Причем не обязательно в Архангельской области, а в целом по направлению севера, потому что в Москве этой информации в какой-то момент не хватало. И мы начали проводить в Дариновском музее встречи и думали, как их назвать. Назвали их «Голос Севера». Это был просто цикл встреч в Дариновском музее. Но через год мы поняли, что проект вырос из просто встреч, уже что-то более существенное, и пора не просто рассказывать, а пора активно вовлекаться и становиться настоящим «Голосом Севера». Так возникла ассоциация, благодаря которой у нас появились некоторые другие возможности, конечно. Также Анна Клепяковская выразила желание сотрудничать с Ненецким округом в туристическом направлении. И в принципе у нас уже есть хороший опыт взаимодействия, поскольку Пенежский район – это самая южная точка, куда приходят зимой кочевать оленеводы из Канинской тундры. И мы уже с ними взаимодействуем по туристическим программам. Коллективы НАО приезжали к нам помогать проводить праздник оленя. В прошлом году из Голубина стартовала команда на снегоходах, которая доехала до Нарьянмара. И мне кажется, что надо этот момент обязательно обсудить и подумать, как же нам сделать такой постоянно действующий межрегиональный маршрут. Мы этот вопрос тоже поднимали уже с руководством НАО. То есть есть взаимная поддержка, взаимный интерес. Я думаю, вместе мы можем отстаивать многие моменты. Добавлю, принимающей стороной выступили Ассоциация по сохранению природного и культурного наследия «Голос Севера», а также Лесной отель Голубина при поддержке фонда президентских грантов. Мероприятие прошло в рамках третьего международного кинофестиваля «Арктик Оупен». Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Школа в Нижней Пёше отметила юбилей. Образовательному учреждению исполнилось 125 лет. За это время учебное заведение преодолело большой путь от миссионерской до средней школы и получило имя легендарного летчика Алексея Калинина. Два года назад школа села Нижняя Пёша получила новое современное здание. А началась ее история 1 сентября 1884 года в деревне Верхняя Пёша в доме священника. Там была открыта церковно-приходская школа миссионерского общества. В 1926 году была создана Ниньская школа-интернат. В этот же год русскую школу из Верхней Пёши перевели в Нижнюю Пёшу. Далее школа стала семилетней, а затем и средней. В данный момент в нашей школе обучаются 89 ребят, работают высококвалифицированные педагоги. Особого уважения и слов благодарности заслуживают ветераны. Те, кто заложил крепкую основу в ТОЖской школе и поставил высокую планку для всех последующих поколений учителей. Я поздравляю всех и педагогов, и технических персоналов, родителей, учащихся с этим замечательным праздником. В честь юбилея школы в ее стенах было организовано несколько экспозиций. Например, выставка фотографий, рассказывающая о истории учебного заведения. Также в школе прошел праздничный концерт, подготовленный силами учителей и учеников школы. Центр содействия семейного устройства «Наш дом» распахнет свои двери для гостей. В субботу, 14 декабря, в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоится День открытых дверей. Тема мероприятия «Мир, в котором мы живем». День открытых дверей в Центре содействия семейному устройству «Наш дом» начнется в 10 утра творческим концертом, после которого пройдет серия мастер-классов от воспитанников центра. В этот раз ребята представят внимание наших гостей мастер-классы на различные темы. То есть расскажут о том, что они умеют делать. Мастер-классы будут посвящены изготовлению разнообразных новогодних игрушек, елочек. Мы будем печь блины, мы будем рассказывать о том, что мы знаем о своих правах и обязанностях, о том, как мы умеем распределять бюджет, о том, как мы готовим, ну и так далее. В рамках Дня открытых дверей пройдут деловой квест по повышению финансовой грамотности, финансовый марафон и открытое занятие по оказанию правовой помощи «Правовой консультант». В полдень запланирован благотворительный аукцион. На протяжении нескольких недель ребята участвовали в конкурсе «Лесная красавица». Делали красивые елочки, которые мы представим вниманию наших гостей и сделаем такой благотворительный аукцион, продажу наших новогодних елочек и средства от продажи пойдут на лечение Вари Журавлевой. Наши воспитанники, так же, как и многие другие люди, хотели присоединиться к акции «Журавлик живи» и, в общем-то, тоже посильно поучаствовать в этом благом деле. В завершении дня открытых дверей воспитанники и гости центра проведут совместное чайпитие. В Нинецком округе в пятницу, 13 декабря, состоится международная акция «Тест по истории Отечества». С 2015 года акцию проводит молодежный парламент при Государственной Думе. В нашем регионе «Тест» в пятый раз организует Общественная молодежная палата при собрании депутатов НАО. В этом году масштабная международная акция состоится во всех регионах России и 42 зарубежных странах. Акция приурочена к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Нинском округе в акции примут участие образовательные организации города. Также площадки будут организованы в Шойне, Харуте, Каратайке, Нельменом Носе, Амдарме и Оме. Участникам предложат ответить на 40 вопросов, задания которой охватят все периоды отечественной истории. Особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны. Проверить свои знания все желающие смогут в пятницу, 13 декабря, в 11 часов. Акция состоится в актовом зале Нинецкой центральной библиотеки имени Пичкова. Также тестирование можно пройти на официальном сайте проекта kdgr.rf. Онлайн-тестирование будет доступно в течение всего дня по московскому времени. И к этому часу у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.